Как правило, власти любой страны стараются обеспечить туристам максимально удобный доступ к местным достопримечательностям. Однако так бывает не всегда. В сегодняшней подборке мы расскажем о тех привлекательных для многих туристов местах, добраться до которых совсем непросто. Самые труднодоступные достопримечательности мира удалены от транспортной инфраструктуры, не всегда открыты для свободного посещения, но точно запомнятся своей уникальностью и однозначно достойны всех усилий, затраченных на их осмотр. Седьмое место. Деревня Кибор, Индия. Поселение, расположенное на высоте 4200 метров над уровнем моря, является самым высокогорным населенным пунктом на планете, в котором имеется электричество и прочие коммуникации. Деревня с домами в тибетском стиле, интересна и местной архитектурой, и потрясающими природными видами. Главная неприятность среди туристов, преодолевших путь к этой достопримечательности – горная болезнь, возникающая на экстремальной высоте из-за разряженности воздуха. Шестое место. Висячий монастырь, Китай. На высоте 75 метров над землей, на каменной стене каньона у горы Хэнк, расположен храм общей площадью 152 квадратных метра. Область, в которой расположен храм, подвергается периодическим наводнениям, поэтому местные жители придумали для святилища столь необычное расположение. Пятое место. Остров Монте-Кристо, Италия. Именно про этот легендарный остров шла речь в романе Александра Дюма. Остров совсем маленький, немногим более 10 квадратных метров, и является частью Тосканского архипелага, строго охраняемого природного заповедника. Итальянские власти решили открыть остров для посещения туристами, но таких разрешений может быть выдано не более 3000 в год. Четвертое место. Парженский погост, Россия. Этот деревянный скит до Петровской эпохи надежно упрятан в лесах Архангельской области. Не каждый местный способен найти сюда дорогу, а между тем в деревянном ските можно полюбоваться хорошо сохранившейся росписью и проникнуться духом этого особого места, ведь он возведен на месте старого языческого капища. До ближайшего населенного пункта от этой достопримечательности 15 километров пешего пути. Третье место. Монастырь Таунг Калат, Мьянма. Прекрасный монастырь был построен сравнительно недавно, в 19 веке, на вершине старого потухшего вулкана. Чтобы добраться до монастыря, надо преодолеть 777 ступеней, ведущих на высоту 737 метров. Во многих местах от падения в пропасть туристов оберегают только хрупкие деревянные перила. Второе место. Шаманские пирамиды, мыс Рытый, Россия. Эти загадочные каменные сооружения расположены на берегу самого большого, глубокого и чистого озера Байкал на территории Байкал-Оленского заповедника. Высадка туристов на мысе Рытый запрещена. Кроме того, местные жители уверены, что место охраняют высшие силы. Транспорт на мыс Рытый не ходит. Добраться до шаманских пирамид можно только пешком от соседнего мыса Элохин. Первое место. Метеора. Греция. Самая знаменитая из труднодоступных достопримечательностей, это группа из шести живописных монастырей, расположенных на огромных природных столбах из песчаника. В переводе с греческого «метеора» значит «парящий в небе». Расположено это чудо вдали от популярных курортов Греции. И сегодня сотни и тысячи туристов готовы преодолеть нелегкий путь, чтобы только воспринять над землей и проникнуться здешним духом размышления, отрешенности и молитвы. Если вам понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. Если вам все же не понравилось видео, ну что ж, у вас один выход. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. В принципе, в любой непонятной ситуации ставим лайк, подписываемся на канал. С вами был Трип. Пока!